Привет всем любителям острых клыков! Сегодня я расскажу о 10 самых классных фильмах про вампиры и прочую нежить. Берите ручки, блокноты, кружечку какао и смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. И да, не забудьте поставить большой палец вверх, чтобы эта кровавая десятка была всегда под рукой. Номер 10. Открывает мою десятку фильм 2011 года «Пасты», снятый по одноименным корейским комиксам Минву Хунга. Постапокалиптическая история, где мир разрушен в результате длительной войны людей с вампирами. Выжившие вынуждены прятаться под крылом, захватившие власть организации под названием церковь. Чтобы покончить с войной, церковь создала специальных воинов – пастырей. Основная цель которых – проникнуть в улей вампиров и уничтожить их королеву. Пастыри справились со своей задачей, а в результате были распущены и забыты. Много лет спустя главный герой, известный как пастырь, узнает, что вампиры напали на соседний город, и отправляется на совет, дабы восстановить свои полномочия, и получает отказ. Но мы-то с вами знаем, что отказ для главного героя ничего не значит. Пастырь отправляется на поиски виновного, а узнает, что война не была закончена, как все считали, а только начинается. Номер 9. На 9-м месте кровавой кинодесятки – культовый фильм Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Братья Сетты Ричард Гека бегут из США в Мексику. По пути они останавливаются в баре, работающем от заката до рассвета. Тут-то братья и выясняют, что это заведение принадлежит вампирам. Королева ночи кусает одного из братьев, а второй его убивает. Дальше в вампиров превращаются все посетители, и завязывается кровавая бойня, в результате которой все погибают. Или все-таки не все. Смотрите сами. Номер 8. Академия вампиров Марка Уотерса, снятая по первому роману одноименной серии книг знаменитой американской писательницы Райчел Нит. Мир людей переполнил вампирами настолько, что у них в самом сердце Монтаны имеется даже своя Академия. Здесь вампиров, принадлежащих расе Мароев, обучают магии. Но ни стены Академии, ни магии не способны удержать зло, у которого тоже есть свое имя. Племя Стрегоев, вампиров, убивающих людей. Но то все присказка. А вот вам суть. Маройская принцесса Лиса учится в Академии вместе со своей подругой, а по совместительству с Стражем Роуз. Одноклассники недолюбливают парочку, строят им козни и подкладывают мертвых животных, дабы узнать истинную силу главной героини. Тут-то и выясняется страшная правда о Роуз. Дальше клубок заговоров и злых козней становится все больше и больше, а привороты и заклинания преподносятся на блюдечке с той самой каемочкой. Смогут ли девушки справиться с врагами? Вы узнаете, посмотрев фильм. Номер 7. На 7 месте фильм Стивена Сомерса «Ван Хельсинг». Эта история перенесет нас в Румынию 1887 года, когда силы тьмы во главе с графом Дракуэ готовятся к последней битве. Главный вампир сия планеты Земля намерен воскресить свое потомство. Но беспощадный истребитель-монстр Ван Хельсинг держит руку на пульсе и готов к битве века. Номер 6. Еще одна киноадаптация, на этот раз отечественного производства «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Главный герой Антон Городетки – сотрудник «Ночного дозора». На работе он следит за силами тьмы, а в обычной жизни пьет водку и дружит с семейкой вампиров. Так бесцельно и прожил бы Антоша свою жизнь, если бы не новое задание – найти подростка, за которым начали охотиться неизвестные темные. Дабы услышать вампирский зов, он пьет свиную кровь. И начинается магия. Номер 5. Экранизация объединенного романа Стефани Майер «Сумерки». Фильм о любви 17-летней школьницы Беллы и вампире Эдварда Каллина. Этот фильм вышел на экране в 2008 году и покорил сердца миллионов. Номер 4. Интервью с вампиром. Экранизация одноименного романа «Эн Райз», премьера которой состоялась в 1994 году. В главных ролях снялись Брэд Питт, Том Круз и Кирстен Данс. В центре сюжета – молодой аристократ Луи, у которого при родах умерла жена вместе с ребенком. Главный герой пускается во все тяжкие в надежде побыстрее враститься с жизнью, но встречает свое бессмертие в лице древнего могущественного вампира Листата. Вместе Луи и Листат переезжают в Новый Орлеан, где свирепствует чума. Здесь Луи срывается и начинает питаться человеческой кровью вместо крысиной и обращает девочку Клодию. Проходит еще не один год и Клодия решает убить Листата. Труп они выбрасывают в болото в надежде, что тело проглотит аллигатор. Но не тут-то было. Листат еще сыграет важную роль в их судьбе. Концовка фильма «Под стать всей задумке» шикарна и по-хорошему безумна. Номер три. Тройка лидеров открывает фильм ужасов 1967 года, снятый по обнименной повести Николая Васильевича Гоголя «Виль». Будут здесь и ведьмы, и владалаки, и упыри, и мертвяки, и прочая нежить и нечисть. А самое главное, будет здесь и мороз по коже, и неприятное чувство чего-то зловещего, но незримого. Главный герой Хамабрут за убийство ведьмы должен три ночи читать псалты. Тут-то ему и предстоит испытать на своей шкуре всю силу молитвы. Номер два. Второе почетное место достается фильму 2014 года, сопределяющим сегодняшнюю подборку названием «Дракула». Этот фильм расскажет историю перерождения молодого Влада Цепиша в грозного, великого и беспощадного Дракула. Тробательная, наполненная любовью и преданностью история о самопожертвовании ради любимых. Номер один. Победитель кровавой кинодесятки – мистический триллер «Константин. Повелитель тьмы», в основу которого легли комиксы из серии «Посланник ада». Главный герой, роль которого исполнил Киану Ривз, медиум и экзорцист Джон Константин. В юности он покончил жизнь самоубийством, в результате чего попал в ад, но был реанимирован. С этого момента Константин начал бороться с демонами, пытающимися пробраться в мир людей. Однажды к нему обращается женщина, в прошлом, обладающая даром видеть потустороннее, а в настоящем отчаявшаяся сестра, которая не может понять, почему ее сестра-близнец прыгнула с крыши. Женщина просит Константина отвезти ее в ад, дабы встретиться со своей сестрой. Джон не сразу, но соглашается, а в результате сталкивается лесом к лицу с сыном Люцифера и его приспешниками. Вот такая кровавая кинодесятка у меня получилась. Если у вас есть чем ее дополнить, пишите об этом в комментариях. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ведь впереди новая киноподборка. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!